Смотрите, доклад мой, я не узнаю вас в гриме, поэтому давайте сразу познакомимся. Меня зовут Алексей Афименко. Мой не знаю, как лучше, как звучит лучше. Сам я разработчик, непосредственно, в Яндекс.Музыке. Там я работаю разработчиком по JS-части, помогаю делать сайт лучше, интерактивнее, быстрее, качественнее, чтобы всем было приятнее и интереснее пользоваться. Кто-то не пользовался Яндекс.Музыкой? Есть такие люди? Не-не-не, я не говорю про пользоваться, не пользоваться. Попробуйте, кстати. Сейчас еще лучше стало, особенно после того, как некоторые люди. Вообще замечательно. Смотрите, хороший сайт, обязательно попробуйте. Смотрите, также дополнительно еще про меня. Я еще попутно Google Developer Expert по технологии Angular, поэтому если будут вопросы, подходите. И еще дополнительно веду два замечательных сообщества, TensorFlow.py и TensorFlow.js. Поэтому, если вас интересует этот фреймворк и его непосредственная реализация конкретно в этом языке, какие-то вопросы, обязательно заходите, добавляйтесь. Будем безумно рады вас там видеть. Возможно, вы нам чем-то можете помочь, возможно, мы вам. Смотрите, кто-то готов поставить под сомнение вообще власть машин лернинга просто. Давайте сразу, мне просто интересно. Я либо скипну часть слайдов, либо буду сейчас вас мучить ими. Смотрите, то есть все готовы присягнуть богу дип-лернинга. У меня есть замечание. Ладно, хорошо. Поправить обязательно. Ну, смотрите, в общем, к чему я это? То есть, смотрите, у нас есть машин лернинг, это очень большая область, в ней огромное количество разных подходов, решений, но дип-лернинг особо популярен. Давайте я сейчас вот коротко пример просто покажу, чтобы проитерировать еще раз эту мысль. Он простой, не бойтесь, больно не будет. Смотрите, возьмем простую кошку-пример, кошку-собачку и для начала возьмем, подготовим просто наши данные, превратим их в грейскейл и сконвертируем от нуля до единицы. То есть, получим такой вектор, точнее, такую матрицу или просто массив для тех, кому комфортнее. Окей, мы подготовили наши данные, дальше мы просто создаем еще дополнительно несколько массивов, пока не обращаем внимания, что у них внутри. Окей, у нас вот есть эти массивы, что можем сделать? Можем взять и перемножить наши данные с этими массивами, то есть матрица перемножения обычная, и передать их на функцию активации. И договориться, что эта функция, она выдает в конце одно число. Если сначала будет сверху единичка, снизу нолик, то это кошка, если наоборот, то это у нас собачка. Все замечательно, что мы сейчас сделали? Мы еще дополнительно добавили one-hot encoding, то есть кодировку некоторую. То есть, то, что мы сейчас сделали, это мы конвертировали, подготовили наши данные к работе с машин-ленингом и договорились о некотором такой конвенции, как интерпретировать результат машин-ленинга. Все замечательно. Теперь еще пару вещей, просто очень коротко. Смотрите, вот слои. Обычно не стоит разделять слои и активацию, обычно это всегда идет вместе, они оба необходимы, поэтому давайте их объединим в некую единую сущность. Окей, замечательно. Супер. Теперь смотрите, окей, у нас есть такие слои, и дальше мы эти слои можем увеличивать, для того, чтобы у нас появлялась возможность решать более сложные и сложные задачи. И, соответственно, чем больше слоев, тем больше мы можем получить какой-то более интересный результат здесь. И вот эти набор слоев называют моделью. Окей, у нас есть эта модель. Замечательно. Что дальше? Так вот, этих моделей бывает огромное разное количество, разная архитектура. Они у нас есть все. Но, помимо прочего, эту модель, какую-то мы придумали архитектуру, мы можем переиспользовать не только для задачки, больше собачек, но и для распознавания машин, для распознавания, допустим, растений. Замечательно. Нам два главных тезиса. Нам не нужно разбираться в предметной области, по крайней мере, не так хорошо, как это было раньше. То есть, к примеру, раньше было четкое утверждение, что невозможно будет сделать с помощью дип-лернинга распознавание речи. Да, или генерацию речи. Сейчас уже есть наработки, которые позволяют генерировать end-to-end. То есть, прям из одного аудиопотока в конечный аудиопоток перевод, к примеру. Также мы можем применять вот просто одну модель для огромного количества разных задач, просто формулируя их также для этой модели, для этого класса задач. Но под каждый тип задачи нужно грамотно подбирать эту модель. Теперь, смотрите, самое интересное, собственно, для чего я, собственно, приехал, вас немножко порадовать. Смотрите, JavaScript и Machine Learning. То есть, сразу первая реакция, собственно, у людей, это обычно, это приблизительно вот такая. Сейчас, секунду. Даже Обама замер. Ужасе. Сейчас, секунду. Отвисит. Вот, все, наконец-то до него дошла масштаб проблемы. Окей. И первый вопрос, который задают, ну зачем? Боже, зачем ты это делаешь? Ну, JavaScript, зачем здесь? Смотрите, самый главный тезис и аргумент, контр-аргумент, который я нашел, который, в принципе, помогает людей как-то убедить, посмотреть хотя бы в этом направлении. На простом инстансе с GPU на Амазоне за 8 часов я легко просадил 20 долларов. Это очень маленький инстанс был, и я его использовал так очень легко. Ну, не знаю кому как, для меня, для эксперимента это немножко существенные деньги, учитывая, что я хочу их делать очень много. Ну, окей, можно сказать, я знаю, как это оптимизировать, знаю, что нужно делать. Я могу 20 долларов в месяц, или у меня там есть свой on-premise решение. Замечательно, супер. Но это все равно на 20 долларов дороже, чем вы можете сделать с помощью TensorFlow.js, JavaScript. То есть, главная особенность, отличительность что от TensorFlow.js, это то, что вы можете делать inference и обучение непосредственно на девайсе пользователя. То есть, вы можете по факту аутсорсить и использовать бесконечное количество ресурсов всех ваших пользователей. Ну, потенциально бесконечные. То есть, сколько пользователей, столько у вас будет в распоряжении девайсов и ресурсов. Не знаю, кому как, но это очень хорошее, выглядит как хорошая бизнес-модель. Естественно, это с нюансами. Вам все равно придется платить как минимум за сервера, статические файлы хранить. Окей, дальше. Если посмотрите последние конференции Apple, Google, половина докладов – это вот просто о privacy, что у нас privacy, мы секьюрно. И это очень-очень, скажем так, сейчас трендовая важная вещь, и особенно в machine learning. А TensorFlow.js безопасность идет из коробки. Вы просто делаете inference на данных непосредственно на девайсе. Ничего не отправляется, все абсолютно безопасно. То есть, вот здесь еще второй такой бенефит, очень современный, очень модный, прямо из коробки. Ну, и самый большой плюс непосредственно для меня – это то, что вы можете как минимум прототипировать, не говоря уже о том, что запускать полноценно в браузере, в сервере на Node.js. То есть, здесь происходит полноценное вычисление на CUDA. То есть, здесь он не уступает. Inference даже на пару процентов быстрее, ребята, удалось сделать, чем на Python в TensorFlow.py. На мобильных диазах – React, WeChat. Допустим, кто хочет на китайский рынок выйти, у вас есть возможность запускать нейронки. Progressive Web Lab, Desktop и Embedded Девайсы, да, разнообразные. То есть, у вас есть возможность именно как минимум прототипировать и что-то запускать, итерировать на вот всех этих девайсах. То есть, здесь есть еще один вот такой вот небольшой плюс у JavaScript. Вот, и смотрите, давайте начнем с какой-то конкретики, с какой-то идеи, да, чтобы не распыляться совсем, а возьмем какую-то конкретную интересную идею и попробуем ее реализовать. Давайте сейчас поговорим просто вот про интересные реализации. Смотрите, одноклассники сделали для приложения мобильного возможность вы показываете свое лицо, и у вас просто продаляется сессия. То есть, вы, они не используют его для распознания именно, для авторизации, а просто для продаления сессии. То есть, цена ошибки довольно маленькая. Ну, то есть, там есть нюансы, есть security, риски, но в любом случае риск довольно маленький, а удобство большое. Окей, московское метро сейчас выглядит наверняка не так, но, думаю, все слышали про FacePay, да, возможность в московском метро оплачивать свой пресс своим лицом. То есть, хороший тоже непосредственно кейс использования. Вивино, ребята, у кого стоит? Давайте чуть-чуть, честно. Да, есть люди, вот. Хорошее приложение позволяет вам находить похожие вина по этикеткам. То есть, вы находите похожее вино, а дальше у вас появляются отзывы. То есть, люди отставляют отзывы о вине, и вы можете так находить какой-то фидбэк, узнавать что-то новое, да, просто по похожести. Ну и, соответственно, знакомый многим на андроидах и на iOS распознавание по лицу. То есть, вы показываете свое лицо, и у вас говорит вам, это вы не вы, и разблокирует девайс. Все это, на самом деле, можно образно объединить в одну большую задачу. Называется она распознавание лиц, Face Detection. Но это всего лишь одна задача. Вот класс этих задач, сейчас секундочку, называется похожесть similarity learning. Да, то есть, общий класс вот этих задач, это то, что вы находите, насколько похожи те или иные вещи. Вы также можете услышать metric learning или ranking similarity learning, в зависимости от того, какими способами вы будете подходить к нахождению похожести. Но в любом случае помните, что в общем и целом главная категория – это similarity, похожесть. Окей, все. Что из себя представляет вообще класс этих задач концептуально? Мы берем оригинальную картинку, какую-то эталонную. То есть, нам нужен эталон, сфотографировать человека, к примеру. Допустим, известную модель. И дальше мы даем некую другую картинку этого же человека и спрашиваем, либо этого же, либо другого. И спрашиваем, этот человек похож или нет. То есть, мы получаем от нуля до единицы коэффициент похожести. Если мы бы все это делали сейчас на Python, мы могли бы заимпортировать замечательную библиотеку, называется она DeepFace, в которой реализовано множество алгоритмов и уже обученные модельки. И можем вызвать один метод verify и просто получить все необходимые нам данные. То есть, к примеру, подтверждена ли личность, насколько хорошо, какая модель и какая метрика использовалась для проверки похожести. Но мы бы могли, конечно, это сделать. Но мы сделаем другое. Мы сделаем все это на JavaScript. Хотя все нам подсказывает, что это делать не надо. Но давайте это сделаем. Смотрите. JavaScript и ML. Да, собственно говоря. Давайте попробуем сначала пройти по простому пути, ну, очевидному. Давайте попробуем найти готовую библиотеку, которая уже как вот DeepFace делает inference. Если мы попробуем это сделать, то нас ожидает стрекотание кузнечиков. Я не знаю, как описать тишину. Ну, в общем, ничего нет. Ну, то есть, чтобы вы понимали. Окей. Ну, давайте попробуем найти какой-нибудь билдер, интерактивный playground, да, где мы можем поиграться и что-то сделать, ну, быстро что-то сделать. И здесь у JavaScript на самом деле есть классный проект Teachable Machine от Google, который позволяет вам прямо в браузере тут же собирать датасет, да, не отходя от окна браузера, и тут же обучать вашу модель на какой-то стандартной задачи, да. В основном задачи классификации, поэтому здесь, к сожалению, нам для нашей, ну, это не подойдет для нашей задачки, которую мы все выбрали. Окей, ладно, замечательно. Смотрите, ну, может, есть какая-нибудь библиотека, да, готовая, которая, ну, хотя бы реализует какую-то часть этого функционала. Допустим, вот есть ML5.js, очень популярная библиотека, которая оборачивает TensorFlow и реализует какие-то, вот, к примеру, Style Transfer, Face Mesh, еще что-то. Но нет, на самом деле там ничего нет в этом плане. Или, к примеру, вот набор TensorFlow.js Models, да, который реализует, к примеру, HandPose или PoseNet, очень популярные модели для инференса, к примеру, положения скелета там в браузере. Но, опять же, если мы глубоко там посмотрим, ничего нету просто, ну, то есть нету, нету. Окей, ну, смотрите, давайте, если на секунду оставим нашу эту безумную мысль написать что-то на джевскрипте, давайте возьмем, обучим нашу модель на Python и загрузим ее в браузере. Ну, все, сейчас проблема-то, наконец-то, решится. Но нет, вы увидите вот это. Не, серьезно, это не шутка. То есть вы будете это видеть очень часто, потому что, к примеру, самое банальное в TensorFlow нету лямбда-слоя. То есть если вы хотите быстро написать какой-то слой, то у вас реализации его не будет. Да, вам придется все-таки. Ну, да-да-да, собственно, вот, в общем и целом реакция. Смотрите, первый вывод какой? Нельзя просто так будет взять и обучить какую-то нейронку сложную на Python и сделать инференс на джаваскрипте. Вам придется все-таки научиться обучать нейронную сеть с нуля для того, чтобы вы могли и понимали, как написать слои и как сделать тот или иной инференс. То есть вам придется иметь эти знания. Не то, что они жизненно необходимы, но без них не получится реализовать, импортировать какие-то реально интересные вещи. Смотрите, главный способ создания нейронных сетей на джаваскрипте, вы, конечно, можете все написать с нуля, если имеете такой бэкграунд, но есть готовая библиотека TensorFlow.js. Она полностью повторяет NumPy, методы из NumPy, методы из TensorFlow и методы из Keras. То есть она собирает все три библиотеки разнообразных питоновских, они реализуются там из коробки. Естественно, не все, но какая-то часть. В браузере происходит инференс на WebGL, то есть используется мощность WebGL, то есть некая hardware acceleration ускорения. В Node.js используется NVIDIA CUDA. И, как уже говорил, инференс даже на пару процентов быстрее, но это такой дивейшн незначительный. Смотрите, также еще недавно добавили поддержку WebAssembly, то есть на каких-то девайсах, где нет поддержки, вы можете использовать WebAssembly и получать довольно хорошую производительность. И в будущем обещают полноценную поддержку WebGPU, но когда оно уже станет неким стандартом, когда мы сможем этим хорошо пользоваться. Тогда обещают хорошую производительность прямо в браузере. Но это мы еще пока ждем. Самый простой способ, как установить TensorFlow.js, это просто взять любой Playground или Index.html, просто файлик, и вставить туда такую строчку. Все, вы подключаете уже библиотеку TensorFlow. Можете уже в браузере как и создавать модели, обучать их, так и делать инференс. Если вы хотите подойти более серьезно к этому процессу, то нужно использовать готовые модули. Для этого в JavaScript есть NPM. Вы можете использовать TensorFlow Node для того, чтобы делать инференс и обучение на CPU. NodeGPU обязательно проверьте, что у вас CUDA capability больше, чем 6.0. Это обязательное условие. Я, к сожалению, ошибся в свой момент очень дорого с выбором видеокарты. И если хотите в браузере, то у вас есть TensorFlow.js, собственно, непосредственно. Вот у вас есть три модуля. То есть выбираете свой и я правильно. Теперь, как происходит работа, к примеру, с тензорами? Самая базовая. На самом деле все очень просто. Мы импортируем библиотеку TensorFlow.js, а дальше у нас в JavaScript нету тензоров, и расширять базовые типы нельзя. У нас есть вот некий такой многомерный массив с точки зрения JavaScript. Нам нужно превратить его в тензор. Для этого мы непосредственно оборачиваем его в тензор и получаем тензор со всеми необходимыми нами методами, знакомыми и свойствами. Например, вот shape. Дальше. Когда мы захотим поработать что-то, к примеру, мы сделали инференс, получили тензор на выходе, мы никак в JavaScript не сможем с ним взаимодействовать. То есть мы не сможем получить эти данные, то есть как-то их вывести UI на. Для того, чтобы их вывести из тензора в мир JavaScript, есть три метода. Data, data-sync и array-sync. Они немножко отличаются, но задача их простая. Вывести все из GPU уже непосредственно в поток JavaScript, чтобы мы могли использовать эти данные для отображения. Также у нас есть операции. Выглядят они немножко по-другому. Опять же, из-за того, что в JavaScript нет возможности переопределить базовые операции, у нас есть набор методов. То есть выглядит это немножко некрасиво, но работает. То есть есть весь набор базовых методов. И поверьте, его хватает буквально на все. То есть, по крайней мере, с чем я сталкивался. Давайте для начала сделаем простую, бесполезную модельку, просто чтобы чувствовать себя комфортно с JavaScript, если такое возможно. Смотрите, мы импортируем TensorFlow Node. Дальше мы проверяем обязательно всегда, что у нас GPU-device включен, если мы используем Node.js и CUDA. То есть это одно условие. Обязательно проверяйте, иначе будете думать, что JavaScript медленный. Нет, на самом деле, просто Bacant не подключился по тем или иным причинам. Окей. Дальше мы создаем... То есть, ребят, кто с Keras'ом работал, сталкивался, я думаю. Да, есть опыт. Соответственно, те, кто сталкивался, если нет, просто посмотрите на Keras, API очень похоже. То есть у нас есть последовательная модель, и мы также добавляем слои. К примеру, слой, который выпрямляет тензор, дальше dense слой обычный, и в конце еще один dense слой с 10 юнитами для того, чтобы делать категоризацию. У нас есть также возможность вывести данные о нашей модельке, и по конце у нас стандартно мы даем оптимайзер. Если не знаете, какой выбор, я очень рекомендую Адам, самый безопасный, скажем так, на мой взгляд, выбор в качестве потери для задач категоризации, ну, сейчас тренировочной категории call cross-entropy, и в качестве метрики accuracy. Ну, просто тренируемся, пробуем, играемся. Абсолютно рандомные данные сейчас сделаем, да, на входе и на выходе, и обучим нашу нейронную модель. Вот. Смотрите, вот про обучение. Пару слов буквально. Как обучать вообще? Ну, я уже говорил, что можем делать непосредственно в браузере, то есть прям вызвать все эти методы, и это будет все происходить в браузере, не блокируя UI-поток. То есть все это выгрузится в отдельный некий бэкэнд, да, в браузере, и в отдельном потоке все будет происходить обучение. У вас не зафризится UI. Естественно, нагрузка будет большая, будет заметно пользователю, но вы сможете это делать как бы в фоне. На Node.js, то есть непосредственно на сервере, вы тоже можете делать это обучение, как обычно вы привыкли к вреду в питоне, просто в командной строке запустить обучение. Но есть же еще Google Collab, и многие, когда говорят, ну, окей, это JavaScript хорошо, но если я хочу попроцепировать, у меня есть Google Collab для питона, а для JS ничего нет. Нет, на самом деле я очень постарался, и теперь есть и JavaScript на Google Collab, то есть с помощью ряда хитрых хаков можно полноценно превратить Collab в среду для выполнения Node.js кода. И вы можете делать как inference с использованием GPU, так и обучать в Google Collab непосредственно. Вот, поэтому, ну, вот, к примеру, последние прототипы я все делаю в Google Collab. Есть еще одна реализация одного из членов комьюнити, который позволяет помимо того, что выполнять JavaScript как некий язык по умолчанию, оставляя возможность с помощью магической команды пай, процент-процент пай, выполнять по-прежнему старые команды питона, к примеру, для установки, или если вы хотите выполнить какую-то из питона, какую-то визуализацию или еще что-то. Если вам так комфортнее. Окей. Давайте сделаем простой прототип какой-то для начала, для распознавания лиц, чтобы как-то сдвинуться уже с мертвой точки и уже подойти к той задаче, которую мы хотим решить. Смотрите, мы хотим решить похожесть. Для этого есть одна из самых, ну таких, не то что популярных, ну сейчас как бы стандартов, можно сказать, моделей, называется Сиамская нейронная сеть. На самом деле очень простая сеть, которая опять же задачи свои берет найти похожесть. То есть мы берем эталонную картинку, даем ей другую, похожую, не похожую, и спрашиваем у нейронной сети, что нужно выдать, там, нулик или единичку, похоже, не похоже. Структура выглядит так, что мы создаем две нейронные сети, в которых делим веса, то есть веса у них одинаковые. Дальше на выходе они дают нам два вектора, да, некоторых, которые, скажем так, энкодят нашу картинку в некое такое, некий space пространство, да. И дальше мы просто берем и делаем банальную эвклидиюную дистанцию на два этих вектора. Вот, передаем сигмоид и получаем в конце, собственно, наши семиллярити от нуля до единички. Все. То есть на самом деле сиамские нейронные сети в основе своей достаточно просты. Да, вот такая вот простая реализация. Давайте ее и сделаем. Давайте возьмем сначала простой датасет, стандартный, который из коробки есть во всех языках, это mNIST. Соответственно, mNIST для тех, кто мало ли не сталкивался, это числа от нуля до девяти. И у нас есть лейбл для всех. Соответственно, мы сейчас не буду рассматривать именно как загружаются данные, но в общем и целом, то есть мы используем JavaScript API, загружаем непосредственно mNIST данные и получаем два метода для тренинга и тест данных. Окей. Дальше вот смотрите, мы делали вот простую нейронную сеть, тренировочную. Здесь единственное, что нам сейчас важно убрать, это вот последний DEN слой. Он нам непосредственно не нужен сейчас. Мы просто на выходе хотим получить вот этот вектор из 128 юнитов. Окей. Вот. Мы оборачиваем это в некую функцию для того, чтобы создать эту модель. И далее, что мы делаем? Мы создаем базовую нейронную сеть с помощью этого метода. Создаем два входных слоя и применяем их непосредственно к базовой. То есть мы этим, благодаря этому, мы шарим веса. Да, они делятся, ну, используются между входом А и входом В. То есть у нас есть два выхода. И дальше передаем это на Euclidean Distance Layer, которого нет из коробки. Сейчас я немножко про него расскажу. Соответственно, мы передаем на вход этого слоя то, что у нас получилось. И дальше нам нужно написать вот такую конструкцию. Ну, вот в первый раз, когда на нее смотришь, ну, жесть какая-то страшная, чего скриптовая. Но на самом деле здесь в основном boilerplate необходимый для корректной работы кероса, для работы summary и для сериализации. Если забыть про всю эту мешку, то у нас есть простая функция поиска дистанции по двум векторам. Ну, то есть здесь все просто и понятно. Дальше мы создаем общую модель, непосредственно которая является нашей вот сиамской нейронной сетью. На вход передаем вход А и вход В. На выходе ожидаем дистанцию. Дальше нам нужно передать контрастив loss. То есть единственное еще вот важное, отличие от предыдущей, от того, что мы реализовывали, это наличие именно вот такой вот loss-функции. Смотрите. Опять же, самое важное, что огромное количество реализаций на питоне. То есть мне даже не нужно пытаться объяснить, как это работает, потому что огромное количество этих реализаций. но на JavaScript это выглядит абсолютно точно так же. Единственное, что, как видите, методы выглядят по-другому. То есть придется немножко переписать код, он будет выглядеть чуть менее элегантно, чем хотелось бы. Но в общем и целом он абсолютно повторяет все то же самое. Главное отличие от питона еще в том, что вам надо вызывать метод tidy. То есть это очень важный метод. У вас периодически будет заканчивать, если вы будете про него забывать, у вас периодически будет заканчиваться память на GPU. Потому что, опять же, за счет того, что JavaScript полностью осинхронный, он не знает, когда освобождать непосредственно память. Вы должны ему сами сказать вот эту вот вещь. Опять же, если вы пользуетесь некими стандартными методами, стандартными лосс-функциями, там все это реализовано. Но если вы реализуете свою, к сожалению, это вот еще один нюанс, о котором нужно, необходимо помнить. Окей. Дальше. Смотрите. Вот может показаться, что как-то все это сложновато, но с другой стороны, это полностью повторяет Keras API. То есть если вы когда-нибудь работали с Keras API или вы откроете Keras API, вы будете понимать и знать, как работать с TensorFlow.js. То есть на уровне фреймворка гарантируется полная совместимость именно методов, какие результаты они возвращают и всего-всего на свете. Также еще дополнительно часть методов реализована из NumPy. Поэтому самый такой простой способ, если не знаете, как что-то реализовать, есть огромное количество реализаций. Люди, к примеру, реализуют заново какие-то слои на NumPy просто в целях самообучения. То есть реализуют их с помощью NumPy. Но это бесценная информация для мира JavaScript, потому что мы можем очень легко этим самым конвертировать вот эти реализации и закрывать какие-то дыры, которых нет. Теперь смотрите, про обучение. Ну, получив где-то часик, вот эту нейронку, мы получаем первую в мире... Нет, чтобы вы понимали, я не шучу сейчас вообще. В первую в мире сиамскую нейронную сеть на JavaScript. То есть вот, прошу приветствовать. Вот, соответственно, мы можем прямо в браузере дать эталонную некую картинку, допустим, число 2, и сравнивать с другими числами. То есть, к примеру, находить похожее, непохожее. Мы можем придумать свое число какое-то и сравнивать с ним, пытаться. Но здесь вот, собственно, хочу просто показать базовое, собственно, как работает. Окей, все. У нас есть некая реализация сиамской нейронной сети, которая вот умеет контраст и флосс, и она находит вот именно вот эту вот похожесть. Вопрос теперь, как подготовить данные? То есть там вот здесь есть несколько вопросов, на самом деле, с этим связанным. Самое основное, вообще, где эти данные взять? Вообще вот лица, да, вот в разных расположениях. Есть, конечно, лейбл face in the wild, датасет, некие открытые датасеты, но качество у них оставляет желать лучшего. Мало того, оно ориентировано более на западную аудиторию, поэтому здесь есть некоторые нюансы со славянской внешностью и, в общем, другими особенностями. Поэтому на правах рекламы, да, раз я из Яндекса, я обязан вам рекламировать Яндекс.Толок, который очень хорошо, на самом деле, позволяет решать вот такие проблемы. То есть вы делаете некое задание. Яркий пример. Я вот для своего прототипа делал задание сфотографироваться в 16 разных позах, разнообразных. То есть показывал картинку, эталон, и люди фотографировались, собственно говоря, во всех этих позах. Где-то 10... Проверял где-то за 10 центов уже готовы это делать. Но чем больше цена, тем лучше качество. Собственно, помните об этом, что люди готовы стараться, если вы им заплатите чуть побольше, чем 10 центов. Соответственно, собрав вот такой небольшой датасет, я собирал где-то что-то 700-800 приблизительно. Где-то так, я сейчас точно не помню. Соответственно, дальше возникает другая проблема подготовки. Это вырезание лиц. То есть смотрите, если посмотреть на стандартные фотографии, которые мы пытаемся, допустим, найти лицо или найти похожее, то у нас периодически либо человек не в кадре, либо в кадре еще 10 человек. Ну, в общем, периодически возникают всякие такие ситуации. Поэтому первое, что нужно, как-то вырезать это лицо. Соответственно, как-то вот так. Что можно сделать? И слава богу, здесь есть готовая модель. Называется она Blaze Face. Это одна из таких самых быстрых моделек. Она портирована и на многие другие платформы. На PyTorch есть тоже ее реализация. Она позволяет очень быстро, за очень короткий срок делать инференс и находить, во-первых, лицо, во-вторых, базовые ключевые показатели, к примеру, положение глаз, положение носа. Этого более чем достаточно для того, чтобы получить координаты лица. Выглядит это приблизительно так. Мы загружаем нашу модельку, граф-модель, создаем Blaze Face. Дальше загружаем картинку и пытаемся, к примеру, сконвертируем ее для Blaze Face. Он по умолчанию 128 на 128 входной тензор. Далее мы получаем Scale для того, чтобы сконвертировать то, что он найдет в этом разрешении и вырезать в нужном разрешении на оригинальной картинке. Соответственно, Estimate Faces, то есть находим все лица и в дальнейшем просто проходимся по каждому предикшену, округляем значение, потому что там плавающая точка может быть и вырезаем, собственно, слайсом нужные нам куски, где именно находятся лица. Либо сохраняем это для датасета, либо в рантайме, собственно, используем Tensor Face, который у нас здесь есть. Окей. Мы подготовили как-то данные, умеем их обрабатывать в рантайме, если что. Давайте проверим, собственно, что у нас получится на вот таком датасете. Вот, соответственно, картинка, где очевидно другой человек, она срабатывает, все замечательно. Когда очевидно, собственно, тоже положение головы, все замечательно, тоже замечательно, все работает, но уже разваливается, когда чуть-чуть другое положение головы. И вот про эту проблему я расскажу сейчас чуть попозже. Но самое основное, конечно, это очень небольшой, скромный датасет. Начнем с этого. датасет не аугментированный. Но я вот про эти вот проблемы еще как улучшить ситуацию расскажу чуть попозже. Но тоже прошу приветствовать первая реализация похожих лиц именно в JavaScript, непосредственно и обученная, и непосредственно запущенная в JavaScript. Смотрите, здесь сразу пару нюансов про JavaScript. То есть, раз мы говорим, что окей, мы сейчас все на компьютере пользователя. Замечательно. Но тогда нам на компьютер пользователя надо загрузить и модель. Давайте вспомним размеры. Размеры для базовой игрушечной модели могут достигать 100-200 мегабайт. И чтобы вы понимали, для JavaScript 1-2 мегабайта уже проблема. Ресурс какой-то, который вы загружаете, уже может стать проблемой. А 100 и 200 мегабайт это уже как за гранью добра и зла. Что здесь можно сделать? Ну, самое простое. Из коробки у нас есть квантинизация. То есть, мы можем использовать то, что у нас есть, конвертер, и сконвертировать, допустим, сохранить нашу модель в saved model формат и сконвертировать в TensorFlow layers. И благодаря этому увеличить размер местами пятикратно, четырехкратно. То есть, получить довольно хорошее такое уменьшение в размере. Но есть много еще других способов. Единственное, я про них не буду рассказывать, потому что они сложнее и их сложнее реализовывать в JavaScript, скажем так. Я сам еще борюсь с тем, чтобы их хорошо делать на JavaScript. Следующая стратегия deploy на самом деле более интересная, более практичная. Это eventual consistency. То есть, знакомый с термином eventual consistency, что рано или поздно мы синхронизируемся. Что это означает? Что у нас в JavaScript есть сервис-воркеры, которые позволяют в фоне скачивать что-либо. и вы можете доставлять ваш функционал не сразу. Пользователь просто открывает вкладку, работает как-то с вашим приложением и в какой-то момент, через какое-то время у него появляется возможность, появляется на этих клавах. Все, у вас обновилась версия, теперь вы можете делать вот это. То есть, вам не обязательно доставлять фичи сразу, вы можете доставлять их в фоне и в какой-то момент включать тот или иной функционал, потому что у вас веса загрузились. То есть, вы их можете разбить на разные чанки и грузить там, грубо говоря, в день по чанку. Через неделю у вас будет доступен этот функционал на вашем сайте. Теперь вот про другие трудности, связанные как с Face Detection, так и с в общем целом ZeroScapital. Смотрите, одна из проблем, с которой столкнулся и к своему, скажем так, местами стыду, не сразу понял именно, что было в ней, то, что не делал alignment лица. То есть, грубо говоря, когда у вас лицо немножко повернуто, оно нейронкой может восприниматься как другое уже лицо. Одна из best practice, как это решается, у нас лица выравниваются. То есть, мы просто используем просто перемножение матриц, просто смещаем матрицу, находим положение с помощью BlazeFace, где у нас глаза, выравниваем это, то есть, по горизонтали, чтобы горизонт, глаз не был завален, и, соответственно, немножко скелим в зависимости от необходимости и выставляем, собственно, в нужную, как бы центрируем наше лицо, грубо говоря. Благодаря этому мы можем уже довольно хорошо улучшить inference. Следующий важный нюанс, с которым вы будете сталкиваться постоянно, помните, я рассказывал про вот это бесконечное, что слой недоступен, слой недоступен, не работает ничего. Это происходит потому, что нет реализации, к примеру, вот Eveclidian Distance. Вы это можете исправить на JavaScript, к примеру, даже вот если я вас не убедил писать на JavaScript, запомните, что вы можете и сделать так, написать вот единственный слой, зарегистрировать его, дальше делать inference, ну, обучать на Python и загружать это и загружать это в TensorFlow.js. То есть здесь win-win для всех. стандартный совет используйте CNN, используйте Dense и особенно используйте обязательно separable convolutions, то есть максимально уменьшайте дименшинальность вашей нейроны. То есть тем меньше веса, тем меньше их будет, тем меньше у вас размер, даже особенно после кулантинизации. Поэтому обязательно, скажем так, если на бэкэнде вы можете себе позволить не оптимизировать этот момент в каких-то задачах, то здесь это просто обязательно. То есть обязательно познакомьтесь и воспользуйтесь именно такими версиями CNN. Следующая вещь, с которой вы будете периодически сталкиваться, это, к примеру, то, что нет готовых библиотек для аугментации картинок. То есть вам придется расчехлять базовые знания линейной алгебры, чтобы поворачивать картинку. То есть что-то, что было из коробки, чуть менее удобным станет, к сожалению, в TensorFlow. Вам придется какие-то вещи реализовать самостоятельно. Но, опять же, все инструменты для этого есть. Следующая, самая большая проблема, это прикладное применение. То есть как его применять? Ну, вот конкретные задачи, можно конкретику, где, что я могу на этом сделать? И вот здесь я хочу дать пару советов, откуда вообще можно брать эти идеи. На самом деле, одна из самых классных в последнее время, на которую я подсел, это хэштег в Twitter made with TensorFlow.js. Это некий тренд, который ведет один из Google-девелоперов, экспертов, евангелистов TensorFlow.js. то есть он собирает работы людей, которые сделаны с помощью TensorFlow.js. И там огромное количество этих работ, начиная от каких-то таких интересных экспериментов, с помощью hands.js, к примеру, сделанных готовых моделей, до каких-то веселых просто и занимательных. видео не запустится, но здесь поузнает. То есть вы управляете виртуальным персонажем, кому интересно, подойдите, покажу, как это работает. Ну и заканчивая идеями, которые можно уже превратить в конкретный стартап. То есть, к примеру, улучшение качества картинок. В данной реализации это не самая лучшая модель, но в общем и целом. То есть, пожалуйста, конкретный пример, proof of concept, как это работает непосредственно в браузере. То есть вы можете написать, к примеру, background removal, bg removal и делать всю работу исключительно на стороне клиента. Ну, брать чуть поменьше, но при этом машина-пользователь делает за вас всю работу. То есть вот несколько примеров таких, которые есть, которые на языке вертятся. Ну и последнее обязательно добавляйте в чатик, потому что возможно захотите похоливарить, возможно появятся идеи, возможно будут какие-то проблемы, возможно захотите наоборот с чем-то помочь. Поэтому добавляйтесь, у меня на этом все. Всем спасибо огромное. Ссылка на все ссылки. на